Приветствую вас, давайте разберем еще вопрос. Я довольно тревожный человек, но стараюсь работать над своим образом мышления, эмоциями и душевным равновесием. Однако замечаю по жизни такую закономерность. Как только я выхожу на более-менее комфортный уровень, начинаю испытывать удовлетворение от жизни, как тут же что-то случается, что отбрасывают меня далеко назад. Например, довольно сильно заболеваю я или ребенок, или причины извне. Чем выше я поднимаю в своих стараниях, быть счастливее, тем ниже я падаю. Как можно это объяснить? Я думаю, что это можно объяснить внутренним ощущением недостойности. Действительно, внутренним ощущением недостойности. Высчитать себя недостойным счастьем. Это первое, в то же время, в то же время, вы к нему как будто стремитесь, в то же время. Вот. А это тоже играет большую достаточно роль в данном контексте. Вот. То есть... Ну, если вы идеализируете в какой-то степени, да, идеализируете счастье, да, если вы вот к нему как стремитесь, да, если вы хотите его достичь, так и так далее. Я думаю, что стремление, оно, ну, точно, точно так же будет саботировать то, что вы делаете. Вот. Вот. я думаю, что на первом месте должно быть всё-таки стремление к чему-то ещё, помимо успеха. на мой взгляд, по крайней мере. Если вы сможете переключиться, если вы сможете переключиться с, например, успеха, да, на, например, себя, на свою собственную, как бы, фигуру, на фигуру своей личности, если вы обратите внимание на то, что идёт, например, от вашего сердца, вот, если вы будете слышать себя, то вы увидите, что как-то вот не так важен успех, и не так важны неудачи, которые случаются, важно, в принципе, то, что для вас обладает ценностью, ценностью, некоторой ценностью, и вот эта история, она, ну, вот эта история, связанная с некоторым первонаправлением, системе, вот, для вас, на мой взгляд, очень, очень важно, вот, понимаете, какая штука, вот, ну, а сейчас, сейчас вы, просто ну, как бы, тяготеете к в успешности, вот, тяготеете к достижению, то есть, по сути, ну, по сути, занимаетесь достигательством. На мой взгляд, ничего, опять же, хорошего это вам не принесет. Если вот что-то очень сильно хочется, если что-то очень сильно оценить, то к сожалению, можно это потерять. Довольно легко. Там еще много вы будете это отменить, вы будете может за это держаться, вот, и, ну, ничего, ничего хорошего, да, ничего плохого, из этого не будет для вас. По крайней мере. Вот. Поэтому я думаю, что так можно вам здесь ответить на ваш вопрос. то есть, ну, да, может быть, может быть, у вас есть сценарий, может быть, он есть, никто этого не отрицает, вот, но нужно, можно к этому подходить, как бы, вот, с разных сторон. Вот. Вот. И только вам решать, только вам выбирать, с какой страны вы к этому пройдете. Ну, я думаю, если сейчас, основная проблема, это достигательство, то, что вы ставите при собой цель, цель достичь, вот, я должна достичь, ну, как бы. Сверхценные идеи, постоянное недостижение и, соответственно, негативная реакция на неудачи. На этом можно смотреть по-другому, вот. Что составляет ваше неудовольствие, когда вы, ну, не имеете какой-то, ну, чего-то? Что составляет ваше удовольствие? Вы увидите, что здесь имеет место быть концепция, вот, удовольствие подполагает себе концепцию. Вот. Я купила дом, да, и все, я довольна. Это же не вы, не ваша реакция похожа. Вот. На это тоже нужно обратить внимание. Но еще один важный момент, это то, что, ну, а как, как получается, да, каким образом вы видите, вот, неудачи, как, как что-то, как что-то ненормальное, как что-то, как что-то неправильно. Тоже, такой момент. Достаточно важный. Поэтому, тут вот, эээ, нужно смотреть, исследовать, и, и так далее, вот. Я думаю, да, я думаю, дальше уже можно будет, эээ, как, как-то вот, ну, вам помочь, а, вот, я думаю, что, как-то это, ну, подкорректировать, по крайней мере. Такая вот история. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Удачи. Удачи.